Плакала очень. Вообще очень сильно было обидно. Прямо когда на пьедестале стояла, вот второе место, я так стояла, думала, это же не мое место. В 2010 году спортсменка Диана Ахметова участвовала, пожалуй, в одних из самых своих первых крупных соревнованиях. На юношеских играх в Сингапуре она завоевала серебряную медаль по тяжелой атлетике весовой категории до 63 килограмм. Но даже столь высокая награда 16-летнюю девушку не радовала. Жюри не засчитала результат второй попытки Дианы 114 килограмм. За счет пошла первая 110. В итоге высшая ступенька пьедестала достала спортсменки из Казахстана. В спортивном зале Нефтекамска затренируется Диана, процесс занятий продолжается ежедневно. Когда дочь на сборах и соревнованиях, отец, он же тренер именитой тяжелой атлетки, воспитывает новое поколение спортсменов. Владимиру Ахметову не привыкать, переживая за свою дочь. Но чемпионат Европы, который прошел в Таллине, потрепал нервы наставнику. Мы ждали результат через телефон. До нее нельзя было нам добраться. И потом сказали, вот, она будет завтра выступать. Ну что ты делаешь? Ждали, ждали все. Только, как говорится, ходили там и помолиться, и мечеть, и в церковь. Оказалось, что опять переделали. В этот же день, 24-й, уже ночью они выступали. И вот мы ночью так вот прям дрожали, переживали так сильно. Я первый раз так вот сильно переживал. И Диана оправдала все надежды. Среди юниорок весовой категории до 63-х килограмм молодая Нефтекамка стала абсолютно победительницей. Успехи по жизни разделяют и братья жилатлетки. Марсель с детства приучен к штангам. Но год армии выбил из спортивного режима. Теперь нужно отрабатывать мастерство. К тому же есть родственный пример того, как нужно работать и добиваться поставленных целей. Самое главное вообще не только в спорте, но и по жизни. Нужно, как говорится, стараться. Стараться нужно искренне, от души. И тогда, как говорится, в божьей помощи, повали, по чуть-чуть, пили слезы. Сказать, какие планы у чемпионки, пока в сложном. Диана еще в Сталине и встретить ее в Нефтекамске можно редко. Одно знаем точно. Это далеко не последняя победа знаменитой спортсменки. Анна Сазыкина, Лилия Ахметова, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».